Господа, Антонио здесь. Отличный вопрос прислал мне наш подписчик из Саудовской Аравии. Антонио, в чем разница между смокингом и обычным костюмом? Некоторые могут подумать, какой-то легкий вопрос, но так ли это? Давайте разберемся. Но перед тем, как начнем, друзья, подписывайтесь на канал, так вы не упустите ни одного видео. Кроме того, если вам понравилось видео и вы нашли его полезным, заходите на сайт Real Men Real Style, там можете скачать бесплатную книгу. Ссылка на книгу ждет вас в описании. На самом деле, у меня много бесплатных книг, так что вы найдете, что почитать. Так, одна книга про бороду, другая, как покупать одежду у портного. Почитайте, это очень полезные пособия. И будьте внимательны, и будьте способны делать покупки с умом. Ну что ж, вопрос, в чем разница между костюмом и смокингом? Начнем с определений. Костюм. Определение костюма – это пиджак и брюки, сделанные из одной ткани. Так есть домашние костюмы, вельветовые костюмы, джинсовые костюмы. Да, даже из денима. Это не то, что нужно надеть на бизнес-встречу, если только вы не в Канаде. Смысл в том, что костюм – это просто сочетание верха и низа, сделанных из одной ткани. Смокинг. Технически это костюм, но он более специфичен. Его история начинается с 1888-го в Токсидо Парк, Нью-Йорк. Первые упоминания оттуда. Его носила элита Манхэттена. По сути, это был вид вечерней одежды. Прочитайте статью на Real Men Real Style. Там больше деталей. Итак, есть три главных отличия между костюмом и смокингом. Под костюмом я имею в виду, что он сделан из валеной шерсти. Темного цвета, синего, угольно-серого. Вот что я рассматриваю. Недомашний костюм. Так, первое – формальность. Смокинг более формален, чем какой-нибудь другой костюм. Поняли смысл? Чёрная бабочка, смокинг. Вечерний наряд обычно надевают, чтобы носить только на вечер. Костюмы можно носить в любое время. Они могут быть из светлой ткани. Скажем так, из повседневной ткани. Следовательно, костюмы теряют формальность. Они могут быть повседневными. Когда смокинг, всегда формален. Это первое отличие. Второе – вариативность. Вам нужно следовать определенным правилам, когда носите смокинг. Это чёрная бабочка. Вы можете изменить что-то в смокинге, и это будет здорово. Но обычно вам нужно носить чёрную бабочку. Он должен быть пошит из чёрной или тёмно-синей ткани. Обязательно должен быть сатиновый лацком. Должны быть полосы на брюках. Обычно чёрные. Или тёмно-синие. Оба варианта корректны. Также может быть пояс. У меня есть полная инфографика в статье. Посмотрите видео, если вам очень хочется купить смокинг. Здесь у вас мало гибкости, чтобы проявить творчество. В отличие от костюмов, вы можете их надеть в разных вариациях. Вам не нужен пояс. Не обязательно носить бабочку. Даже в цветах вы можете потеряться. В кармане не обязательно носить белый платок. Вы можете положить туда что захотите. В костюме вы можете идти в ногу со временем. Или выбрать классику. Снова. Смокинг – это строгая классика. И тут вы мало что можете изменить. Перейдём к последнему пункту. Цена. Обычно смокинг стоит дороже. Вот почему. Не потому, что на них цену дороже вешают. Раз вы собрались потратить деньги на смокинг, вам нужно вложиться в качество. Потому что люди такого уровня видят разницу между дешёвкой и качественной тканью. Поэтому вам нужно позаботиться о качестве. Что касается костюма, если он сидит по фигуре и смотрят, для чего он нужен, вы можете найти компромисс с материалом. Но мало людей так делают. Ведь костюм, который хорошо сидит из средней ткани, смотрится лучше, чем костюм, который вам не подходит, но из высококачественной ткани. Итак, я обычно советую людям сфокусироваться на размере. Но если вы покупаете смокинг, конечно, он должен быть подогнан. И убедитесь, что вы платите за достаточно качественный материал. Можно взять на прокат. Я знаю, как некоторые говорят, да мне смокинг только на выпускной. В этом случае, да, берите в аренду. На таком уровне этого достаточно. Но вопрос от подписчика из Саудовской Аравии, думаю, что он спрашивал по делу. Может, он полетит в Лондон или Нью-Йорк. И он хочет удостовериться, что он будет выглядеть подходяще. Ну что, друзья, как я говорил, больше деталей в статье на Real Men Real Style. Я оставлю ссылку на очень полезную статью, в которой написано больше о костюмах и их видах, о смокингах. И если возникли вопросы, на сайте можете их оставить или написать в комментариях под видео. Ребята, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok